Дмитрий Толстяков На данный момент я занимаюсь двумя проектами. Первый проект — это музыкальная школа для взрослых «Виртуозы». Сейчас она представлена в Санкт-Петербурге, еще в семи городах нашей необъятной страны. Второй проект — это Академия талантов. Это проект, направленный на развитие множественных талантов человека. Я вам дам всего лишь пять советов, которые помогут улучшить и развить ваше образование. Совет номер первый. Практикуйтесь. Чем чаще вы будете применять то, что вы услышали в университете, в реальных делах, чем чаще вы будете после прочтения очередной книги делать то, что там написано, тем выше ваши шансы на успех. Совет номер два. Не теряйте времени. Не откладывайте то, что вы можете сделать сегодня на завтра. У вас не будет другого момента, как реализовать себя. Действуйте прямо сейчас. Совет номер три. Получайте удовольствие от того, что вы делаете. Получайте удовольствие от того, что вы делаете каждую минуту. Войдите в это состояние потока, когда вы не понимаете, что с вами происходит, не знаете, который час, день или ночь. И тогда вы обретете полноту своей жизни. Совет номер четыре. Выходите из зоны комфорта. Если вы хотите стать тем, кем вы не являетесь, делайте то, что вы не делали. Знакомьтесь с незнакомыми людьми. Займитесь, наконец, тем делом, о котором давно мечтали. И пятый пункт, пятое правило. Станьте специалистом. Наше современное общество воспринимает нас по многим стереотипам. По тому, как мы выглядим, по тому, какое у нас образование, что мы закончили. Это все, к сожалению, стереотипы. Поэтому очень важно стать этим неким экспертом. Прочитайте три книги в той области, которые вам интересны. Придите в свой университет и проведите там лекцию для своих студентов. Потом пойдите в другую компанию и скажите, что вы читаете лекции в университете и готовы бесплатно для практики сделать для них семинар. Потом пойдите в газету и скажите, что вы преподаете в университете, сделали семинар для крупной компании и готовы написать бесплатно статью. Вы станете успешными. Вы станете экспертом в данной области. И в конце я расскажу вам притчу о Хаджа на Средине. Однажды Хаджа пришел на свадьбу. В старом поношенном халате. И его не приняли. Тогда он отправился домой, переоделся в красивый бархатный халат, вернулся на свадьбу. Его посадили за большой стол, дали вкусной еды. И Хаджа, не весело смеясь, сказал, кушай, кушай мой халат. К сожалению, у нас в обществе очень много стереотипов. Поэтому практикуйтесь, выходите из зоны комфорта, становитесь экспертами. А самое главное, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Тогда вы будете успешными. Удачи вам!